всем привет и надеюсь к нам кто-нибудь присоединился возможно даже кто-то смотрит ну в общем то мы собрались чтобы пройти второй эпизод замечательного квеста будущее продолжение замечательной трилогии на самом деле о нем это почитал противоречивые мнения кому-то нравится кому-то нет но посмотрим пройдем и составим свое мнение но по первой части конечно в принципе она ничего особенного из себя не представляет но если это как завязка и может быть за дальше будет action она и неплохо все будет зависеть от того как будет развиваться дальше сюжетик я запускаю ответишь у нас по джерзи уже вот у нас один зритель есть отлично это однозначно успех а то что ради зрителей разве пришлось сюда да нет конечно вот мне кажется ты не так уж и подготовился как об этом говорил как это не подготовился чё так долго запускал так почему черный кран так что все работало почему я не удивлена сейчас добавим не вообще я обычно то готовлюсь можно но и к лучшему что зрителей нет вот все видишь все есть все работает 1 убедил нас надо оповещать в смысле оповещать ну вон там но вопрос был хотите ли вы чтобы вас оповещали когда марте получает новые задания но я нажал да мы вроде в прошлый раз мы тоже нажали да да ладно я думаю пока экшон не начался стоит напомнить на чем мы закончили в прошлый раз ну да с очень случилось с того что прилетает делориан пустой и марте выясняет что док застрял в 30-х годах мы прилетаем в 30-е годы вызволяем дока из заключения из тюрьмы но в конце оказывается что мы нарушили невероятно мы нарушили что-то пространственное временное континуум и марте начал исчезать вот и на этом заканчивается первая часть здесь даже есть ведущий хореограф да ладно ну ладно слушай в чатике ходят слухи что опять микрофон трещит но он у тебя и немножко это потрескивает серьезно но так чуть-чуть но ты намного лучше чем было до этого но ты можешь его переподключить попробовать конечно пропала не знаю громко или или не громко вы скажете как подручные таны на вероятно в отместку за то что артур дал показания после повязки что же нам делать пока не знаю что делать но судя по всему твой дедушка неудачно поскользнулся на пороге суда пять минут назад лицо моего отца пропадает со с ним так временной поток реагирует на смертельные раны твоего дедушки это означает что ни твоему отцу не тебе не суждено родиться если только когда ты в последний раз видел дедушка так забавно когда текст на экране не совпадает с тем что нужно быть осторожными чтобы не встретиться миссии но тут еще какой-то перевод прерывается в конце фразы ну вообще поразительная актерская игра так отвяжитесь и полицейского отправляйтесь прошлое ладно съесть чем-нибудь в инвентаре у нас есть дневник и фотка с исчезающим папашей думаешь нам этого хватит вряд ли может стоит осмотреться насколько это возможно я постараюсь что-нибудь оторвать а это типа меня незаметно да я сижу рядом он сказал дерьмо разве это не игра для детей ну как на фильме тоже было вроде или не было я не помню фильме таких слов мне кажется самое жесткое что там сказали это слушая как же они сказали я теперь не могу вспомнить дословную цитату что ну как когда док говорит что проблема с вами в будущем они говорят мы что стали мне кажется не сказали мы стали кретинами но я не помню впрочем не важно так ну ладно идем с другой стороны подбираем ключи давай доктор думаю у вас разыгралось воображение инспектор какой волнующий момент вот к юбу даже не нравится как они выглядят не нравится эта 3d графика в принципе по-моему она достаточно миленькая я не возражаю но у машины могут быть другие соображения мне хотелось бы получше рассмотреть эту резвую машину что это вот там в кустах все погнали быстро то есть мы его спасали спасали и он опять жертвы с собой и в этом весь долг пропадает и опять нам его потом спасать наверно это будет следующей части тем временем в чате киогман спрашивает будешь ли ты завтра на марафоне крахина нет завтра я не буду на марафоне крахина но что это такое но я же не могу быть на всех стримах и на всех марафонах вот знакомая баба с упором на как она навязчиво скажи что присяжный надо я так сказал но ссори у меня тут задержечка немного да ничего страшного надеюсь вы в курсе что у нас есть специальный закон конечно давай вчерашний марте прекращай болтать и уходи Энштейн в чем дело сидеть 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 сделай все наоборот да ну конечно я бы сказала уходи все пока Всё, пока. О, нет. Мне кажется, вот в анимации его бега видна вся работа ведущего хореографа. Значит, вот такой хореограф был. Вот на что деньги-то пошли. Хочешь поиграть? Хорошо. Давай поиграем. Что там такое, Энни? Хочешь палочку? Хочешь занять бед? Хочешь палочку? Хочешь занять бед? Так, а куда нам её выбросить? Я не хочу получить палочку. Слушай, а в следующей части будет уже три Макфлая? Я не знаю, это было бы интересно. Хочешь палочку? Хочешь занять бед? Куда я её могу бросить? Никуда. Хочешь занять бед? Советы. Нет, нет, зачем нам советы? Мы не будем советами пользоваться. Штейн. О, боже мой, как это крутится? Там написано, используйте стрелки или мышь, чтобы осмотреться. О, боже мой, я не читаю, что там написано. Ничего, что это написано прямо на экране. Нет, ничего. И как опять? Блин, опять телепортация странная. О. Хочешь кинуть палку этой бабе? Ну да. 32 Делорен. Это ж можно устроить. КРЦ. Молодец, Эй, теперь нужно пробраться здание сюда и вытащить оттуда Арти, пока бандиты Таннена... О, боже. Привет. По моим расчётам, двигатели полноразмерного реактивного бура потребуется мощность 1,21 киловатта. Ты не проверишь мои вычисления, чтобы убедиться. Что, 1,21 киловатт энергии? Да. Мне кажется, или было немножко по-другому? А что было в прошлый раз? А там какие-то другие... Ну, вообще в фильме был гигаватт. Ну, это для Делорина, а он же для Бура. А, это Бура. Да. Окей, окей. Всё, беру свои слова назад. Так, о чём я сказал? Я прослышал. Кто играет вообще? Не очень сложно читать чат, общаться с тобой и ещё за ними следить. Вот. Ну ладно, ну давайте скажем... Выбирай не то, чтобы. Нормальный ответ, мне кажется. Правильно. То есть, да, только мне сперва нужно кое-что сделать. О, вред, здорово. Привет. Что это такое? Что-что? С кем ты разговаривал? Я с тобой разговариваю. Нет, до того, как я с тобой заговорил. Нише не говорил. Я рассчитывал параметры реактивного Бура. Нет, я имел в виду после. Ах, неважно. Пойдём. Иди замкай. Я уж подумал, что никогда не уйдут. По крайней мере, теперь никто не помешает мне найти в музей. Какой там мужик. Мне кажется, я думал, что это недоброе. А чё это за мужик вообще? Вы не были в прошлой части? Я не помню. Какой-то теннис-начкар. Ты просто прошёл мимо! Это всё, что нужно было сделать? Да. Отлично. Очень сложно. Может, он вообще там просто так стоит? Это, наверное, какой-нибудь подручный бифа? Или... Типа того. Может быть. Ну да, хореография у них так себе, скажем. Отменная. А интересно, там будут танцы? Ой, я боюсь это представить. Слушай, они просто так же нанимали хореографа. Бежим обратно. Есть супчик. Опять? Ну, я не знаю. Это так крупно показали момент, как он входит. Почему он всё время по дороге где-то приседает? Ну, типа, его не видно. Жалко, у него нет ещё шпионского прикида. Как в фильме. Всё было совсем незаметно. Вон там, в чатике, кстати, насчёт его внешнего вида спрашивал кто-то, почему он не в своём модном жилетике. Я не знаю, может быть, конечно, потому что это тридцатый, и он пытался одеться в духе эпохи. Что там за проститутка? Да-да, мы тоже в восторге. Теперь исчезнет. Ну, да, какая-то дама нетяжёлого поведения. Хлороформ. Хлороформ. Очень откровенно. Видимо, он этим гордится. Так, погромче игру. Это я могу. Давайте вот на пятёрку. О, в чатике спойлеры пошли. Очень нужна для сюжета. Мне даже интересно, какой с ней сюжет связан. Какие у тебя догадки? Я даже не знаю. Ну, поделись мыслями, идеями. Ну, явно здесь завязана какая-то любовная линия. Нет, почему-то кажется. Да фиг его знают. Что тебе нужно? Кит. Кто такой Кит? Не знаю. Неизвестно. Скажи, что это продавец. Ну, ты прям знаешь, что я отвечу. Да. А, это Танон. Кит Танон. Так, а этот Танон, это получается отец, да? Бифа. Ну, скорее дедушка. Дедушка. Опять ты, я же сказал, провалим. Ну. Ну, если ему в 50-е уже лет 18, да? Давайте что-нибудь еще сделаем. Коробочки. Одна крылатая богиня? Да. Господи, я только подумала о том, чтобы переодеться. Я хочу видеть эту крылатую богиню Макфлай. Отлично. Была, не была. Он ее разбил. Я думала, он нацепит на тебя крылышки. Можно подумать, я не гангстер, а прислужу. Ну, и кто из вас будет первым? Черт, ты довольна увесистая для безрукой девчонки? А у тебя есть каустрофобия? Меня? Не-е-е. Ну, я не знаю, как бы ты себя чувствовал запертым в ящике? Ну, я, конечно, никогда не бывал в ситуациях. Чтоб прям надолго быть запертым в узком пространстве. Может быть, она у меня и разлилась бы тогда. Ай, Арти. Покляти, сколько хлороформа ты вылил на тряпку? А что? Потому что теперь я не знаю, как разбудить нашу спящую красавицу. Дай попробую. Эй, Арти, расскажи нам, что ты делал у окружного прокурора? Видишь, с чем приходится работать. Похоже, он дрыхнет. Зэй, проснись. Простите, босс, эта проклятая простуда подкосила меня. Постарайся не заснуть, пока не закончишь портрет. Через несколько дней мы должны открыться. И выруби, наконец, эту вывеску. Наверное, этот очкарик, это предок того модника в анагликсных очках. Из первой части. Никак не дает мне покоя. Это вопрос, на который я никогда не найду ответа. Ну да, и в этих всяких... Ну, о фильме, где было рассказано тоже. Ничего об этом не говорилось. Наверное, какие проблемы с кнопкой тревоги. Типа, опять я совсем незаметен. Естественно. Достаточно присесть. Идеальная маскировка. И вот он сейчас тоже будет так долго-долго, его здесь рукой под крышкой. Где же, где же этот выключатель? И опять все произошло само. И он ничего не заподозрил, да? Нет. Ну, конечно. Зато есть бутылка. Можно из нее сделать розочку. Ну, это как-то какой-то уже МК начинается. Надеюсь, сестрам милосердия понравится, как мы тут все переделали. Эль Кит. Ладно, инвентарь, бутылка. Ну-ка, розочку. Так обо что ее разбить? Нет, а стойка не бьется. А пол не бьется. А голову? И о голову не бьется. А, вот! Я пошел выдавать, тоже мог голову в бутылке разбивать. К сожалению, пришлось отказаться. Какая досада. Не, ну, а вот это что за хрень? Ключи. От машины. Ну да. Я бы не стала пользоваться ими в такой ситуации. Я не доберусь до выключателя, когда под ногами будете... Все время что-то происходит. Почему его напугал чьих этого чувака? Я не знаю. Нет, мне придется встать, чтобы достать до него. Так и да, остальные наверняка меня заметят. Ну так кинь в него просто бутылкой, не вставай. Что-то он так забавно разворачивается, сидя на корточках. Так, а если я этого сейчас бутылкой? О! Никто ничего не заметил? Ну, конечно. Как будто так и должно быть. Я бы тоже не заметила. Ну да, чеваляется, чувак, бутылка разбитая. Это нормально. Ну да. У нас на работе каждый день такое происходит. Боже мой! Че, все серьезно так, да? Конечно. Ох. Приходят скандалить, бьют бутылки. О, 50 градусов. Нормально. Берем? Чего с хлороформой намешать? Я не могу это взять. Зейн может заподозрить неладное. То есть, кого-то треснуть бутылкой по голове, это нормально. А чернильницу он не может взять. Он поймет, что что-то не так. Я вообще не понимаю, как оказалось так, что он просто очнулся и вернулся к своим делам. Я не знаю. То есть, ему пофиг... Ему каждый день по башке бутылкой, что ли, пьют. Из-под барной стойки, да. А что он пытался сделать с бутылкой хлороформы? Он просто как бы направил ее в сторону того чувака. То есть, он считал, что это сработает? Ну, я даже не знаю. Он все-таки нашел. Для этого надо было поводить хлороформу у него под носом? Видимо. Я не чувствую связи. Я еще одну. Он даже две бутылки взять не может. Так у тебя так их уже две с хлороформом и с бухлом. Числа какие-то. Наверняка они что-то значат. 7, 23, 30. Надо это запомнить. Надо запомнить. Так. А, за стойку посмотреть. Есть бумаги. А вот так вот выглянуть из-за стойки он тоже может как бы нормально, да? Мне кажется, тут какие-то сюжетные дыры. Думаешь? Да. Кажется, что что-то не проработано. Ну, я не знаю, что, но... Не смеваюсь, что он мог бы мне объяснить, но спрашивать его не самое. Можно еще раз это прочитать? Нет? А, вот изучить, да? Угу. Вот, на... Странные слова. Ну, я понимаю, что здесь они парные. Начинается и кончается смысл этого. Что я еще могу сделать? Если я разобью бутылку о бутылку. Вряд ли это просто оригинально. Он, значит, две бутылки брать не может, они зазвенят. А бить об голову мужику бутылку, это тоже... Ерунда. Ерунда. Наверняка это было почти беззвучно. Мы когда на него смотрим, он чихает. Мы, может, сделаем так, что до смерти тут защихался. Как ты жесток. У него обостряется его болезнь, когда на него смотрят из-за стойки. Только нос Трикси все никак не выходит. Он мне изумно предлагает хлорофору в чернилице. Ну, давай попробуем. А вдруг он что-то заподозрит. Серьезно? Да, серьезно. Эй, парни, что там... Да ладно. Неужели хлороформ действительно так действует? Ну, в смысле... Как резко. Конечно, что он испаряется и все такое. Но я всегда думала, что нужен более близкий контакт. Я, конечно, не эксперт в области хлороформа. Поэтому я могу их только предполагать. Так, ну теперь давай, ты сможешь нажать? Вдруг он опять чихнет. Во сне? Как знать. Ты предпочел бы поговорить с этим парнем? У них предохранители хранятся в столовой? Да? Ну да, почему нет? Я думаю, в каждой столовой валяется пара предохранителей. Ну, они тут вообще с странной компанией. Мало ли, что они собирают. Какое у них хобби. Real life of real gangsters. Бэм! Прямо в рожи! Ну, все. Прямо в лицо. Отлично. Жестокий Макфлай. Ну, что же сейчас произойдет? Ну, походу, мы все восстановили. Слишком быстро. Что-то должно пойти не так. Ну, по-любому. Ну, ты понимаешь, еще док неизвестно где. Возможно, его сейчас опять поставить в тюрьму, и там будут сидеть два дока. Хм. Ой-ё. Хм. Идеальный расчет. Хм. Живи, дедушка. Нам нужно еще кое-кого подобрать. Это просто какой-то инопланетянин. Боже мой. Бедный господин полицейский. Это длинная история. Суппин ты. А потом я дотащил Арти до Белориана и вернулся за тобой. Что он сказал? Значит, теперь мы можем возвращаться домой? Еще раз. Нет. Еще раз стоит связать концы с конца. Нет, не надо меня больше связывать. Он приходит... Слушай, ну игра просто на грани. Восхитительные диалоги. Тебе опасно появляться в Хилл-Вэлли, пока в городе заправляет малыш Таннен. Не беспокойтесь, я уеду как можно дальше от Хилл-Вэлли и никогда не вернусь обратно. Нет. Он должен встретиться с бабушкой. Как там ее зовут? Сильвия? Ты знаком с девушкой по имени Сильвия? Нет. Ничего, зато она тебя знает. Точнее, узнает. Да, для детей от 6 лет. Может важно, чтобы вы встретились. А, я понял. Вы хотите, чтобы я принял участие в секретной операции? Возможно. Вы федеральные агенты? Ага. Что-то в этом роде. Конечно. Не, ну может в оригинале там не так жестко? Я не знаю. Но до тех пор и носа не высуну. Умница. Когда я могу надеяться... Ну, я думаю, что для детей от 6 лет рассуществляется и на русскую версию. Как думаешь, с ним все будет понятно? Ты же перестал исчезать, так? Кроме того, Артур будет... Это, кстати, по-моему, перевод буки, поэтому как бы... Ну и где же мы теперь накосячили? Сейчас узнаем. Ну, на вид вроде все в порядке. А вот и спас-жилет. Когда они успели переодеться? Я не знаю. Честно. Мне кажется, я слегка упустила этот момент. Ну, видимо, они куда-то заехали. Где он оставил свои шмотки. Не, ну, учитывая тут телепортацию персонажей... И мужики, которым пофиг, что им бутылки в голову убьют. Я думаю, это совсем небольшой ляп. От лишних вопросов. Возобновите свою жизнь. Отличная задача. Вот она! Вот она, через странности. Мухобойка. Здесь может быть опасно, Марти. Возможно, эта мухобойка не даст себе вернуться к прежней жизни. А ты когда был маленьким подростком-бунтарем, ты сбегал из дома? Нет. Вообще, мыслей таких не было. Ты что, сбегала? Нет. А что, были мысли? Нет. Моя юность была слишком скучной. Позвони Дженнифер. Она узнает мой голос. Дженнифер? Какая еще Дженнифер? Не сбегала из дома. Не шаталась по подъездам. Сидела за компом, за книжками. И вот что из меня выросло. Я думаю, не самый плохой вариант. Ну, вероятно. Да не то, чтобы я о чем-то жалела. Какая же там романтика. Романтика подъездов. Очень сомнительная романтика. Про шрам давай. Ладно. Что это такое? Господи. Дурацкие замки. Подожди, я еще не знаю. Что-то. О, отлично. Что с тобой случилось? О-оу. А ты как думаешь, придурок? Би? Мы, кажется, запретили тебе появляться в городе с марчок. Би. А бибас? да серьезно с юморком младший братан и старший братан это даже по-своему мило в мае в мае в мае в мае в мае в мае в стране вопрос на год и дерзким в мае какой сырой в этом все силе вернуться очень сложный выбор в мае а что насчет моей мамы я хочу спросить почему она осталась Понятия не имеем. Наверное, ей нравятся неудачники. Она могла выбрать любого из нас, но предпочла убогого Макфлая. У меня вопрос. Почему вы на меня так злитесь? А ты не помнишь? У тебя ещё и склероз, Макфлай? Подумай! Помнишь ту шутку с грузовиком на вон? Ну, старый Кабикадзе говорит, присядь, они тебя тогда не увидят. А теперь можно только прыгнуть. Прыгай. И вот ещё что. Когда я сбежала с города? Два года назад. Не припоминаешь? Мы договорились, что не будем трогать твоего предка, если ты уедешь. Но теперь ты вернулся, и у нас развязаны руки. Ничего не опасные. И вот ещё что. А что вы вообще здесь делаете? Раз в месяц, особое время платить? Обычно мы берём наличными, но на этот раз в виде исключения можно... Они его на щечек поставили. Ну, походу. И вот ещё что. Очень напоминают мне представители истринской интеллигенции. Я считаю, что у нас люди намного культурнее. Интеллигентнее. Конечно. Заткнись. Однозначно. Можно спросить? Заткнись. Продолжаем уворачиваться тогда и перекатываться. Не получать урон. Значит, Танненовы что-то вроде второсортной мафии? Эй, думай, кого называешь второсортным. Банда Танненов занимает пятое место среди самых опасных банд в Калифорне. У нас везде связи. Ого. Ты мне не берешь? Да, несерьёзные гангстеры. Биф, нет! Золотой пистолет. Он серьёзно подумал, поверил, что это настоящее. Вэг. Это от Дона Валенти, грёстого отца и Сакраменто. Третьей самой опасной бандой в Калифорнии. Ладно, но... Биф, что с тобой случилось? Когда я уезжал, ты немного побаивался моего отца? Побаивался? Ха-ха-ха-ха-ха! Никто из Танненов никогда не боялся Макфлаев. Эй, ещё один вопрос. Что вы сделали с моим отцом? Мне кажется, у них есть русские корни. Вот эта золотая цепь на волосатой груди с майкой-алкоголичкой. Это бибас. Есть в этом что-то такое родное. Я до сих пор не понимаю. И как долго вы обираете моего отца? Как в лучших районах Бруклина? Как в лучших районах Бруклина? Встречалось. Раскните, это не смешно. Кто свяжется с семьёй Таннены? Попадались на глаза. Никому такого не прощают. Там мне пишут что-то про коробку. Да, тебе пишут, что тебе нужна коробка. Ну вот они друг друга фигарят этой коробкой. Почему бы вам не доставать кого-нибудь другого? Мы так и делаем. Вас тут таких много. Это что-то вроде хобби. Мне так нравится этот усач. Мне кажется, его прическа и усы это просто воплощение 80-х. Квинтэссенция, я бы сказала. О, ну давай. По мухобойке. А, да. Ты мне всё немножко спойлеришь. Нет, я ещё сам не видел, когда сказал. Ну ладно. Это было предположение. Хорошо. И зачем я поддался в уговор этой шлюхе и оставил в живых твоего деда? Ага. Кто-то хотел убить нашего деда. Малыш? Никто, Хиллэйли, не смеет вставать на пути семьи Танненов. Неубиваемый Долорен. Не сомневай. Эта временная линия была нарушена? Да ладно! В результате семья Танненов терроризировала Хиллэйли на протяжении 50 лет. Угу. О чёрт! Они ограбили зал игровых автоматов. Нам нужно вернуться в день предполагаемого ареста малыша Таннена и выяснить, что же пошло не так и всё исправить. Или тебе придётся навечно поселиться в городе Танненов? Ни за что, Том. Погнали! Блин, они имя Кит переводят как Малыш. Пром-то переводили. Не знаю. Малыш Танненов это очень странно звучит. Я бы сказала, что это звучит немного по-гейски. Я не хотел так говорить. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Это та проститутка, да? Вероятно. Как бы то ни было, мы изменили историю таким образом, что ни одно из этих событий не случилось, а твоя семья на долгие годы оказалась в рабстве у преступного клана Таннена. Каким-то образом мы изменили историю. Не может быть. А не, означает ли это то, что события первой и второй части аннулируются? А как? Нельзя, чтобы малыш догадался, что ты и есть тот негодяй, который помешал ему прикончить меня. Ты уверен, что не сможешь пойти... Усишки. У тебя неприметное лицо. Его довольно просто замаскировать. А с тех пор, как я благополучно... Зелик Амикадзе говорит, хорошо, что там она не зовут Свит. Тогда было бы совсем по-гейски. У тебя неприметное, я найду укромное место и спрячу. Ночлежка идеально для этого подойдет. Если я тебе понадоблюсь, ищи меня там. Ну ладно, идем в подпольный бар, как нам советуют. Классика. Любишь ходить по подпольным барам? Я могу предположить только одно. Уже вторую часть хожу. Оттуда не выбраться. Что? Она здесь уже со столом. Я думал, там еще печатная машинка будет стоять. И, в общем, скоро она вырубит здесь кабинет на выезде. К сожалению, я не могу вас остановить. Но прошу ненадолго задержаться и послушать мою песню. Песню? Да. Серьезно? Да. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ мистер браун что делает в машине это собака что делает ну улучшает условия жизни для людей какие адские машины строить это просто мой новый имидж пытаюсь доказать что можно одеваться как гангстер и при этом не быть гангстером вы должны как нибудь дать мне эксклюзивное интервью а сейчас извините меня ждут заблудшие уши а ты должен увидеть мой последний эксперимент ты не сердишься из-за реактивного бура все в прошлом теперь я занялся проектами посерьезнее заходи в беседку когда будет время а мне надо подготовиться ты не поверишь что мы с Эйнштейном придумали очередной спойлер эта песня тоже очень нужна для сюжета нам надо было запоминать ее слова да и там по-моему был только хрип и не знаю там даже одну строчку не допела но она пыталась она пыталась ее допеть но у нее это не получилось у меня так нравится когда персонажи в играх бегут вперед но двигаются вбок скользят это почти лунная походка только вбок но обычно это происходит когда ты упираешься в стену да ага кинотеатр круто франкенштейн франкенштейн господи он куда то а вот там же бар меня сбили с курса я думаю ничто не встанет на пути между тобой баром а зачем нужна эта машинка и все но опять встали мы с Эйнштейном проводим ряд экспериментов с этой уменьшенной моделью чтобы избавить ее от некоторых недоработок перед демонстрацией на выставке в Хилл Вэлли через пару месяцев радиоуправляемая машина нет точнее да но это будет нечто большее это должно потрясти весь мир все Эмми совсем осмелел уже на папу пофиг угу спасибо что присмотрел за Эйнштейном пока меня не было было здорово взбунтовался словно до этого мы годы проработали вместе я бы даже сказала как поживаешь Эмми? мы не виделись пара месяцев прекрасно и все благодаря тебе правда? да тот спор который вышел у меня с отцом во время нашего эксперимента с Буром побудил меня наконец оставить эту нудную работу в суде так что теперь все свободное время я посвящаю науке ага ну вот что получилось? что получилось? сейчас покажу Эйнштейн, ты готов? смотри когда эта малышка разгонится до 23 миль в час ты увидишь что-то интересное заинфриговал да ладно да ладно что-то тут совсем какой-то треш начался что-то тут совсем какой-то треш начался что же будет в третьей части? я не могу представить ну ладно сходим к доку ну ладно хотя я же хотел в бар ну да уже забыл дыши говорю я никак не смогу дойти все время что-то мешает все время что-то мешает пока что я ничего не могу добиться от трексика так иди и сделай что-нибудь если сегодня ночью она не сдаст малыша он может никогда не предстать перед судом эх малыш малыш почему ты не предупредил меня что сегодня я встречу с молодым домой? потому что не помню что этой ночью был на улице ну в субтитрах все нормально ну да я никогда не отваживался проводить эксперименты на публике не имеет значения я забуду об этих экспериментах после просмотра Франкенштейна Франкенштейна? да прямо сейчас мой молодой бойник возится с реактивным механизмом чтобы потом продемонстрировать на выставке с этого и началась твоя научная карьера точно реактивные двигатели это ужасная идея и скоро я пойму что они для меня бесперспективны но я случайно забреду в тот кинотеатр и посмотрю Франкенштейна что окончательно прочистит меня маски с тех самых пор я храню билет на этот фильм в кармане жилета видишь? почему? потому что во время этого фильма меня посетило вдохновение позволившее добиться успеха на выставке надеюсь это не связано с воскрешением мертвых а? нет это не то о чем ты подумал просто во время знаменитой сцены когда Колин Клайв повернул а ты читал или смотрел Франкенштейна? я читал интересно ну мне понравилось одна из немногих книг которые мне из школьного курса понравилось у вас он в школьном курсе был? ну да но мы правда его так и не прошли на уроке а в смысле из списка литературы? да 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 а ты по честному читал все из списка литературы? нет конечно ты что? действительно о чем это я? а в младших классах у вас был читательский дневник? читательский дневник? да мне кажется что то такое было ну я вообще про это забыл ну что то мы делали такие тетрадки куда записывали все что читали ну да 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 было было слушай я и блин сколько лет про это не вспоминал двадцать ну правильно тебе сколько лет ну да возраст слушай а кто все таки поджег первый подпольный портан? пока не знаю хотелось бы это выяснить перед тем как отправиться домой ты мне так и не рассказал зачем тебе понадобилось возвращаться именно в тридцать первый год это очень лично я расскажу тебе когда все закончится хорошо ловлю тебя на слове ты не мог бы все объяснить я запутался все очень просто в оригинальной временной линии линии А поджигатель подпольного бара так и не был пойман и это стало одной из загадок в истории Хилвелли итак линия времени А хорошо линию Б который был обвинен в поджоге и убит головорезами Таннена Эйнштейн прибыл со мной но каким то образом оказался в Делориане когда сработало аварийное устройство и вернуло его в 1986 год и тут появился я точно ты вернулся в 14 июня 1931 года создав временную линию Б реальность которой Карл Саган остается в живых а Артур Маттлай получает повязку и вскоре его убивают подручные Таннена поэтому ты вернулся на 6 часов на тассе в времене Ленинга спас дедушку от смерти но каким то образом позволил малышу Таннену избежать правосудия о господи уже Д да поэтому мы вернулись в август 31 года создав временную мультиселенную мы отправим Таннена в его любимую тюрьму понятно да здорово один вопрос какой ты не мог бы все объяснить я запутался нет хватит объяснять лучше не высовывайся док я скажу я послежу не объявится ли твой дедушка а нельзя просто вернуться к тому моменту когда док поджигал и в общем не дать хотя бы схватить его чтобы все вот это предотвратить все эти кривые линии я все таки доберусь до бара меня туда почему то тянет интересно почему я не знаю интересно почему я не удивлена твои намеки мне не нравится я не понимаю что ты принимаешь за намеки это просто мысли в слухе кто тебя позвал валериан а что ты мне принес несколько конфет каким будет твое слово овощной салат господи это совершенно разное в переводе и в титрах это сейчас мне надо будет повторить кто сказал что ты достоин так нет юлиана августа там был какой то другой этот что ли этот что ли кто сказал тебе прийти мама ха 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 блин а кто может это сказать нет не он еще раз кто сказал что ты достоин тибетский монах какой тибетский монах господи кто сказал тебе прийти что тибетский монах ну я нажал на вариант десер бош и в переводе это означает тибетский монах верный товарь они совершенно не совпадают а тут у меня еще разные вопросы блин см нет кто умер и назначил тебя боссом зерка микадзе говорит мамаша твоя и тогда он спустит тебя сразу же маленький мук маленький мук боже мой что что как ты мог догадаться я не слышу что они говорят да ну вот я нажал мама и он решил что его мама маленький мук почему то нет у меня нет этого никакого объяснения стоматолог жены что за великая идея деятельность твоими добра чертова наркомания не а она все не совпадает господи никакой логики в этом нету и он даже вопросы ответы задает такие которые в переводе то нету ответы дает этому мужику нет мне кажется это будет в некоторое замешательство ну да джоу бископа я хоть один раз угадаю кто сказал что ты достоин у него три вопроса тибетский монар ну про достоин по-любому про мамку надо было отвечать несмотря на то что это не мамка на самом деле маленький мук нет не маленький мук кто сказал тебе прийти кто сказал тебе прийти я ни разу не угадал кто дал тебе право стучать в мою дверь блин еще пять вопросов разных то есть тут видимо достаточно много вариантов верный товарищ что будешь делать я угадал да ладно это надо записывать выбирай утру тебе нос мне нравится этот ответ щупать всех в темноте щупать всех в темноте что что я не знаю щупать всех в темноте о чем они вообще да ладно это точно 6 плюс я не уверена что мне можно в такое играть я думаю не стоит рисковать так как это можно пройти включить English ну блин что включить English это надо переустановить игру получается и я не уверен что мы начнем прямо с этого же места если я переустанавливаю продолжаем так мне кажется на English ответы не будут такими фееричными тогда нужно найти ручку и записывайте на его варианты вопросов свои варианты ответов так ну про дверь была Вероника Дэй правильно? там было написано дверь а он сказал а у него по моему несколько вопросов про дверь или а кто сказал стучать в мою дверь а что то в этом роде так я должна ручку найти сейчас что там запомнить не можешь их очень много вариантов так в реестре надо сменить языковые параметры на English по-моему так прикольно, нет? как зовут короля Сиама? Мур, текст не только со звучкой не совпадает текст со здравым смыслом не совпадает что неужели моя ручка не пишет? серьезно? да все плохо у меня конечно была где-то под рукой ручка но не могу же я писать на билетах на сдоб шиздуб нет, не смей вот и я так считаю нет, кажется у меня нет под рукой ручки ладно, я могу писать в блокноте так, он спрашивает как зовут короля Сиама ну не знаю, будем проверять все время первые варианты и на какой-то вопрос наверняка это будет он нет, это не тибетский монах как зовут короля Сиама? почему тибетский монах? индейец Джо? и не индейец Джо интуиция подскажет это индейец Джо? да? нет боже, нет нет как зовут короля Сиама? о, он что-то начал один и тот же вопрос спрашивать это хорошо? нет, третий вариант тоже нет кто умер и назначил тебя боссом? кто сказал что ты теперь босс? а здесь он говорит кто умер и назначил тебя боссом что? я не знаю что это значит но мне кажется сюда подходит вариант про как бы это ни было очевидно босса но это же слишком очевидно ну я не знаю, я бы попробовала Брюс Прингстин? так, четвертый тоже нет а как четвертый звучит в озвучке? они совпадают как бы это невероятно не показалось не может быть ты верно шутишь верный товарищ? верный товарищ Вероника Дэй это верный товарищ по-моему мы уже выяснили что Вероника Дэй это ответ на другой вопрос да, может быть точно вот, маленький мук мамка твоя что ты сделаешь если я впущу тебя внутрь? как звучал этот вопрос? а он так по-моему и звучит так и озвучили? да летная погодка? очень странно выбирай тратить деньги мне нравится этот вариант ладно завтракать в Париже? завтракать в Париже но точно не подходит кто сказал что ты достоин? кто сказал что ты достоин? так кто сказал что ты достоин? тибетский манар? нет, первый тоже нет да, это походу затянется думаешь? угу ну вот, зато я вот этот вариант уже знаю 4, 5, 6 мама что ты будешь делать завтра? подожди, ты записываешь номер, а не время ответа? да, я номер записываю серьезно? они одинаковые все равно я не уверена что это удобно ну ладно дело твое читать книгу? я же не буду указывать тебе как жить не, ну мне кажется это как удобно кто умер и назначил тебя боссом? инди джо? так, второй тоже нет почему ты не выбираешь на этот вопрос вариант ответа про босса? я не понимаю я просто по порядку иду блин, чего он меня спросил? ну у меня просто я решил по системе идти я не думаю что здесь есть какая-то логика что ты будешь делать завтра? я думаю что она здесь подразумевалась наверное я не знаю я второй угадал да ладно да, да где ты живешь? Россия блин, что он? он там что-то про дедушку спросил что он спросил где ты живешь? ну по версии субтитров живешь? да ладно доминиканская республика? доминиканская республика ты сам догадаешься это доминиканская республика? да я бы не догадалась кто умер и назначил тебя боссом Джоу бископа? я опять выбрал междунат, да 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 я знаю я уже не могу это комментировать почему? боже упаси окажется что я была про вас ну я тогда принесу свои извинения я тебя прогоню ладно так что ты я оставлю на летную погодку хорошо летная погодка хватай все подряд нет это не то хватай все подряд кто дал тебе право стучать в мою дверь? угу ну ну тибетский манах? тибетский манах? тоже вариант один неверен но это же была Вероника Дэй, нет? да? может быть ну ладно вот сейчас Вероника Дэй, да? это пятый вариант верный товаре? что будешь делать если я тебя впущу? то есть это пятый вариант так что будешь делать я тебя впущу я выбрал второй это неправильно что? читать книгу? читать книгу? нет тоже нет подожди но этот на этот вопрос ты же отвечал вроде бы нет? нет что ты будешь делать завтра там был вопрос я отвечал правильно Так, кто сказал тебе прийти? Вот это правильный вариант один. Так, если я тебя прогоню. Нет, один тоже неверно. А читать книгу, это действительно читать книгу? Да, это читать книгу. Я не понимаю логики переводчиков. Поразительно. О, ну это мы знаем. Верный товарищ. Четыре. Щупать всех в темноте. Боже мой. Про щупать всех в темноте, это ответ на вопрос про сломаю руку. По-моему, мы через это уже прошли. Так, у нас второй вариант только заюзан. Читать книгу? Тебе нет. Ах, вот в чем секрет. Прикол в том, что строчки должны рифмоваться. Но они и не думают это делать. А, да? Если верить чатику. Ладно, я сейчас все подберу. Кто дал тебя право стучать в мою дверь? Вон, мы уже кучу вариантов знаем. Что будешь делать, если я тебя впущу? Так, третий не проверял. Вот так все подряд? Нет, третий тоже нет. А на второй вопрос только четыре варианта ответа? Нет, там, по-моему, тоже внизу есть. Кто дал тебе право стучать в мою дверь? Вероника, да я. Верный товарик, что будешь делать во время захвата? Захвата. Нет, тут нет варианта с рифмой. Хватать все подряд? Где ты хочешь? О, три. Вариант правильный. Засхитительно. Оказаться завтра. Где ты хочешь оказаться завтра? Где ты? Доминиканская республика. Сейчас проверим. Ай! Я случайно назвал Россия. Никто не хочет оказаться завтра в России, Коля. К сожалению, у тебя нет вариантов. Кто дал тебе право стучать в мою дверь? Спасибо за поддержку. Очень. Ну что, неужели тебе так не нравится в России? Верный товарик, что ты будешь делать завтра? Да, я вроде привыкла. Завтракать в Париже? Где ты вырос? Так, где ты вырос? Ничего, завтра я душой отправлюсь в Молдову. Почему в Молдову? Потому что сдовший сдуб это молдавская группа. Ааа. Так, Россия это третий вариант. Чего? Россия это не вариант. Ну, я же вырос там. Россия. Добро пожаловать. О! Вот видишь? А что за вопрос был? Где ты родился? Ааа. Ну ладно. Все. Видишь, не так и долго. Сколько минут 15? Ну, кстати, я думаю, для некоторых в чатике это станет открытием. Но я не Аня. Да ладно. Да. А кто ты? Что ты делаешь у меня в скайпе? Нормальный вообще. Да ладно, ладно. Знакомьтесь, чатик. Не путайся под ногами, парень. Мне нужно залить горе. А, вот и Аня. Ага. Не заставила себя долго ждать. Так, что-то надо у нее выяснить. Ну, пойдем спросим. Пройти нельзя. Дай ей денег. Отвали, парень. Я тут пытаюсь публику развлекать. Ого, все. Иди сюда, иди сюда. Ну, давай покажи, как ты обычно клеишь бот. О, господи, какой пошлый подкат. Увидеть твои преимущества. О, нет. Смотри, у меня есть выбор. Вот этот мужик и я. Кого оттуда машина выберет? Ну, я даже не знаю. Ты мне рассказывала, какой малыш замечательный. Да, конечно, парень, он никудышный. Но пока я не оформлю страховку, мне придется оставаться с ним. Страховка? Да. Послушай, возможно, я и не самая умная, но даже мне понятно, что бессмысленно затевать ссору с таким парнем, как малыш, если не знаешь, как удержать его в узде. Малыш, боже мой. Я не могу до сих пор привыкнуть. К чему? То, что она называет его малыш. А. Ты что, что ты сейчас? Есть только один человек, которому я могла доверять свой секрет. Но я не видела его уже несколько недель. Это случайно не... Арти Макфлай! Арти Макфлай. Ты его знаешь? Не так хорошо, как я думал. Прежде чем делать ноги, Арти научил меня всяким вещам. Этикетам, философии, бухгалтерскому учету. В чем он только не разбирается. У него даже есть трубка, как у одного из этих профессоров. Видишь? Можно мне это одолжить? Конечно. Я тайно занималась вопросом, как избавиться от малыша несколько недель. Но показать свою работу я могу только Арти. Когда имеешь дело с таким маньяком, как малыш, излишняя осторожность не помешает. Эй, ты можешь мне доверять. Рассказывай, что у тебя есть на малыша. То есть она встречает какого-то странного парня с усиками в баре. Рассказывает ему про своего, скажем так, покровителя. И отдает ему его трубку. Да? Просто так. Просто так. Действительно никаких неувязочек. Эй, а если я тебе устрою свидание с Арти, ты сможешь воспользоваться... Воспользоваться? Если все... Ну, в общем, да. ...наружу, я этого подлеца за решетку отправлю. Не, может быть, для квестов это и нормально, но... Не для фильма. И не для квестов, которые позиционируются как продолжение фильмов. Как насчет лестницы в небо? Я пою известные песни. Хочешь слушать псалмы? Иди в церковь. Лестница в небо? Серьезно? Да. Мне наплевать. Это что, текст одной из твоих песен? Я еще не выучила слова. Ну что, я вроде все у нее спросил. Береги себя. Спасибо. Это она должна сегодня ночью сдать малышу Атанана? Тебе, конечно, виднее. Дай нарвемся на неприятности. Ого! Любишь рисковать? А че нет? Я один из вас. О! Ой, малыш! Я даже не знаю. Ну а че вы нет? Не один из вас? Неужели вы меня не убрали? Или ты там чужой? Полегче, малыш. Или по костюму этот парень может быть в Банде Валенте. Это правда? Да, да, конечно. Естественно. Естественно. Ты не выйдешь отсюда, пока я не выясню, кто. Ты действительно из Банды Валенте. Сейчас я похожу, подумаю. Подожди. Найду доказательства. Ну да, и никаких подозрений даже не думай. Нет. О, а че, можно... Бабло зашибать? О! Ставлю на... Да сколько мы там на три ставим, да? Ну блин, тут нельзя на три поставить. Тут только на двойное зеро можно поставить. Черт. Ставь на красное. А я на двойное зеро уже поставил. Не, ну мы если выиграем, мы выиграем больше. Семь, черт. Но мы три бы тоже не выиграла. Ну ладно. Семерка была красная, между прочим. Если бы ты послушал меня, мы бы выиграли. Опять семь. Ну давай, говори, на что ставить. На красное? Теперь я уже не знаю. Ну давай, давай. Зависит... Давай на красное. У нас пять тысяч баксов на красное, да? Вот поэтому я не буду участвовать с тобой ни в каких играх на деньги. Черт. Да, мы все проиграем. Че из-за меня-то? Я по совету твоему поставил на красное. А там выпало два. До этого ты не послушал моего совета. Ну давай еще раз, у тебя есть еще один шанс. Ой, все. Что? Все? На нечетное ставь. Выбер руку я нечетный. Ну, ну, ну. Черт. Опять проиграли. Ну что это такое? Я не знаю, что сделать. Вот потому что ты сразу меня не послушал. Все, моя интуиция дала сбой. Ты думаешь, в этом проблема? И это, малышу покажи зажигалку. А, точно, точно. Мы знакомы? Ведь это я тебя видел. Нет. Вон еще зеро камикадзе предлагает пенчугу опросить. Так я вот, да, и начал говорить с ним. А, это у меня. Я слышал, у тебя неприятностей? Прекрати пить. Ведь это слабо сказано. Хочешь поговорить о них? Да. 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 Так. Слушай, все началось с этой машины. Бедняга. О, песню что-то не перевели. Было бы смешно. Не перевели? Нет. Нет. Аллилуйя. Ты не собираешься арестовать Танона? За что? Ну, во-первых, за содержание нелегального заведения. А мне нравится этот бар, поэтому я здесь. Вдобавок, если я арестую его, то придется арестовать и тебя, и меня, и всех остальных. А это слишком сложная задача для одного полицейского вроде меня. Разве можно столько пить на дежурстве? Наверное, нет. Но когда я не на дежурстве, клуб закрыт. Так что, все, что ли? Больше ничего интересного не будет? Я думаю, что о неприятностях. Неприятностях? Я не желаю говорить о грустном. Я хочу веселиться. Эхе-эхе-эхе-эхе. Ну, видимо, все. Я буду здесь. И этого парня я должен заставить сегодня ночью арестовать малыша Тана? Малыш, малыш. Как же ты нас напугал. Ладно. У меня есть одна вещь, которая может вас убедить. Даже не дыши. Это не настоящий пистолет, не настоящий. Это подарок от Дона Валенти. Взгляни. Вашей семье от моей семьи в знак признательности за неоценимые услуги. Джей-Джей Валенти? Кажется, малышка Алыхан действительно работает с парнями из Сакраменда. А ты крут, парень? Мне такие по нраву. Вступай, опрокинь стаканчик за счет заведения. А ты мужик, оказывается. Неожиданно. А что, он спер мой пистолет? Он офигел? Эй! А, не, вернул. Слава богу. Так. Все, мне сказали набухаться. Дай мне что-нибудь. Никогда не откажешься. Налей-ка. Ну, а только это от тебя и слышу. Ой. Кто бы говорил. Что, Пэм? Да. С лейсами? Мы без лейсов не употребляем. Да и что? Зачем она здесь? Кто эти парни? На этих шаржах на стене славы изображены люди, которых больше нет с нами. Потому что они пытались перейти дорогу Ирвингу-малышу-танену. Это люди, которых убил малыш? О, конечно нет. Просто эти люди очень не понравились малышу и впоследствии расстались жизнью. Как говорится, по случайному стечению обстоятельств. Да. Там на бутылках написано пером. Пером или лером. Имена сухого закона рано или поздно закончатся, а мне нужна профессия, которая... Поэтому я на сердце. Я не знаю. Что за неприятности у Паркера? Тенни Паркер. В последнее время неприятности буквально преследуют его. Правда? О, да. У него сплошные неприятности. На работе с девушкой с психикой куда ни плю. Если застать его в правильном настроении, он тебе всё расскажет. Можешь рассказать о Триксе? Ты пытаешься приударить за девушкой малыша? Нет, что ты. Хорошо, потому что если попытаешься сделать что-то подробное, то, возможно, следующей портретности нет. Как твоя простуда? Моя простуда? Пару часов назад ты чихал как ненормальный. Мистер, последний раз я болел два месяца назад. А, да, правильно. Прости, я, Бат. Ну, тоже, собственно, ничего интересного. В следующий раз заказывай выпивку. Кроме того, что не лезь к ней. И он тебе так и не налил? Нет. Ты был недостаточно настойчив. О, может мне спеть? Давай. Кстати, почему бы и нет? Давай, гоу, Джонни, гоу, гоу, гоу. Почему не милая пони? Ну, это ж твой хитяра. А, началось. А я стишок рассказываю. Чего они не летали стишок рассказать? О, мужик еще какой-то. Расскажи. Так мы прервали. Это ты мне? Я не буду тебя прервать. Не строил глазки мои юнис. Эй, угуманит, серни. Он такой симпатичный. Решил, что можно просто завалиться сюда и заигрывать с чужими цыпочками? Чего сразу наехал-то? А, ну да, конечно, чего нет. И что ты сделаешь? Петушок. Ничего, ты дерзкий. Боже мой. Подожди, я еще не знаю. Ты не слышала, что он сказал? Что он сказал? Как ты думаешь? Я не знаю, что. Какой божественный перевод. Ну что? Ну, вместо трус, как там было написано, он сказал петушок. Да ладно! Нет. Вообще, конечно, субтитры переведены правильно, потому что чикен это, по идее, есть трус. Ну да. Но, видимо, те, кто готовили голосовый перевод, этого не знали. И получилось гораздо забавнее. Ну хотя бы цыпленок, как переводили у нас в том же «Назад в будущем». Ну не петушок же. Ну вот тебе, кстати, в чате подсказывают, что надо попросить бармена нарисовать. Хорошо. Сейчас так и сделаю. Как тебе легко в чём-то убедить тебя. О чём? Я безотказный же. О, сидите Трикси и Артур вместе. Нарисуй меня. А ты смог бы нарисовать шарж на меня? Легко. Прошу. Не очень-то на меня похожа. У меня маловато практики. Хм. Окей. Поговорим позже. Смотри-ка, клиент при деньгах. Дэнни. Эй, ты. Теперь говорят, что вообще ему надо фотку Джорджа показать. Я буду здесь. А-а-а. Не, очевидно. Ну ладно, давайте покажем. Бартер отказывается выполнять свой долг. Ну, нет, не сработает. Да не ей, господи, чуваку за барной стойкой. А-а, чуваку за барной стойкой. А ты мог бы нарисовать портрет этого парня? Легко. Эй, да он похож на эту крысу Арти Макфлая. Вот он точно безотказный. Послушай, а можешь пририсовать ему шляпу, как у Арти? Стоит ли мне за этим возвращаться? Как угодно. Ну, теперь он рисует и... Он будет рисовать долго. Без понятия. Тебе ещё надо этих свести. Трикси? Да. Светану надо. Ничего нового не появилось. Спасибо. А вот там... Которая... Девушка ко мне клеилась. Она, конечно, не совсем девушка уже. Хм. Но всё-таки... О. Тебе часто такие клеятся? Да. Просто... Не припомню. Хочешь показания в те моменты? А... Всё равно, спасибо. А, нет, всё. Я и не интересен. Ну-ка, ещё один стишок. Ну, вообще, походу, интересен. Она же предложила занять его местечко. Луизиану, долгий путь Нью-Орлеан. Эх, как-то так. Хе-хе-хе. Здесь я пою. Так, что ещё здесь можно сделать? К Тануну пойти. Эй, малыш, что тебе картошка? К малышу. Высокие отношения. Да. Ребята из Сакраменто могут идти в садницу. Когда этот урод Саган сжёг мой бар, они хоть пальцем пошевелили, чтобы помочь мне встать на ноги. Теперь мы знаем, кто сжёг подпольный бар. Ну... А когда этот слизняк-бухгалтер пошёл и слил всё федералом, ребята из Сакраменто помогли мне избавиться от свидетеля? Нет! Но... Мне пришлось подкупить ещё трёх копов, чтобы вылезти из дерьма. Да, но... Никаких «но». Когда вернёшься в Сакраменто, передай Джей Джей Валентий, что в будущем Малыш Танан рассчитывает на большее уважение к своей персоне. Усёк? Без проблем, малыш. У тебя отличное заведение. Да? Я лично выбирал все скульптуры, когда путешествовал по Греции. Охотно верю. Тут всё в стиле Танана. Какой тонкий вкус. Угу. А что это за стена славы? Это мой маленький друг. Место, где я отдаю дань павшим врагам, погибшим в расцвете лет, до того, как я сам смог до них добраться. Это парни, которых ты замочил? Самочил? Ну да, прикончил. Тем не менее, это не даёт оснований для уголовного преследа, самочил. Ха, мне нравится. До встречи, Малыш. Особо тоже ничего такого. Может, ещё раз попытать счастье. Хм. А, всё куплено. Это азартно. Да нет. Никакого азарта. Вообще, ни капли. А вот стакан он мне так и не налил. Привет. Да. Я смотрю, это себя задело. Кого сейчас рисуешь? Борис Карлов. Как тебе? Немного. Так, подожди, а он мне... Смотри, как клиент при деньгах. Так, это... Этот-то... Да. Не, не, он не рисовал меня. Почему он мне... Он же начинал рисовать Джорджа. Так? Да. Ну, попробуй ещё раз. Так он теперь рисует какого-то другого... Ну, я же говорю, попробуй ещё раз. Да, так... Поговорим позже. Нет. Господи, дофотку ему ещё раз дай. Сейчас дам. Подожди. Не переживай. Сейчас всё будет. Мне не нужен ещё один шарж на моего отца. Ещё один шарж, видишь? На моего отца, говорит. Значит, он его рисует. А почему он тогда показывает, что он рисует какого-то другого мужика? Нет. Что за неприятности у Паркера? Тенни Паркер. В последнее время неприятности буквально преследует его. Правда? О, да. У него сплошные неприятности. Кажется, это мы уже слышали. Ну, это нельзя промотать, походу. Придётся это терпеть. На стене Трикси. Да вроде и всё это я ему уже говорил. Смотри-ка, клиент при деньгах. Застать его в правильном настроении. Так вот, о неприятности. Сейчас у меня нет настроения о них разговаривать. Я просто хочу выпить и послушать Трикси. Какое настроение у него правильное? Ну, этот мужик сказал, что его надо застать в правильном настроении, чтобы он тебе всё рассказал. Ну, подожди, а он же тебе уже пытался всё рассказать вроде? Ну, да, он сначала попытался, потом она запела, и он на всё плюнул. Получается так. Почему Паркер отказывается выполнять свой долг? Вот, видишь, цель наша. Заставить его выполнить или хотя бы выяснить. Может, это чём-нибудь скажет ещё раз. Нет. Мужику на нас пофиг. Да, музыку у него не закажешь. Знаешь, чтобы ты могла спеть? Вот эту песню, а? Поговори об этом с пианистом. Он принимает заявки. Ну, вот, поговори с пианистом. Хорошо. Ноты поменяй. Отвали, парень, я тут пытаюсь публику развлекать. Как их поменять? А вот, куча нот. Сердитая песня, грустная песня. Секретная песня? О! Хочу секретную. Что же, что же поменялось? Линк? Это тот? Нет. Видимо, отошла. Ну, ладно, надо подобрать песню, в общем, чтобы он мне всё рассказал. Эй, ты! Так вот, о неприятностях. Э? Сейчас у меня нет настроения о них разговаривать. Я просто хочу выпить и послушать Трикси. До встречи, Дэнни. Я буду здесь. Окей. Другой. Так, в общем, у меня меточка придётся отлучиться, у меня тут проблемы со звуком. Ой, ну отлучись, конечно. Интересно, как у него настроение должно быть, чтобы он нам всё рассказал. А, ну вот это вот оно и пело в самом начале. И он нам хотел всё рассказать. Но потом, видимо, кончилась песня. Так, это чё? Скайп накрыл звук, да? Скайп накрыл звук. Сраный скайп. Так. Вот так. Окей, это не то. Пусть будет сердито. Ух ты, ярость. Рэйдж. Ну да, скайп совсем вылетел. Ладно. Подождём. Действительно, чем-то недоволен. Дэнни. Эй, ты. Так вот о неприятностях. Убирайся, не видишь, я пью. Ой, ну ладно, ладно. Я буду здесь. Так, сердитая была. Была секретная и счастливая, но остаётся грустная. Останавливайся, не видишь. Ну ладно. Ну ладно. Я... Да. Ты. 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 Ну давай, все-таки расскажи мне Отлично, отлично Я наконец-то подобрал песню, это как раз вовремя Ааа, что за песню? Ну, так, подожди За то время, что я отсутствовала Что здесь произошло? Ну, нужно было из списка вот этих нот У музыканта подобрать нужную песню Чтобы полицейский все рассказал о своих проблемах Господи, я даже не видела никакого списка нот Ну, на самом деле, не было ничего интересного особо Но вот это вкратце Вот он мне только-только начал рассказывать о своих проблемах Ну ладно, ладно Я преследовал одного из парней Таннена Когда этот автомобиль Прямо из фильма про Бака Роджерса Из ниоткуда появился на шоссе И столкнул мою машину с дороги Нет Потрясающая история рассказала С тех пор об этом бедно мало, никто и не слышит Ты не виноват И в завершении всего Я умудрился упустить 80-летнего поджигателя Из-за того, что из космоса прилетели не одна целых две Проклятые летающие машины и забрали Этого не может быть То же самое сказал шеф, вы разжаловал меня Дедняга Ну вообще неудивительно, что он спеваться начал Что хуже всего меня бросила моя девушка, Бетти А, вот в чем, самая главная проблема Я не могу задержаться и вью Бетти? Это же бабушка Дженнифер Что? Послушай, Дэнни, очень важно, чтобы ты вернулся к Бетти Ну, вообще У меня есть маленький секрет Который поможет мне заполучить девушку в два раза лучше Бетти Маленький секрет? Что это за секрет? Маленький? Не знаю Если он маленький, то я тоже не знаю Мне не хочется о нем рассказать Когда я в печали, у меня путается мысль Но послушай Ты мне нравишься Ты мой новый лучший Ой, боже мой Ого, ты ему нравишься? Я пошел отсюда Малыш Макфлай Ну подожди, я хочу узнать секрет Он сказал, что он не будет говорить, когда ему грустно Вот, видишь? Мы сейчас другую песню выберем Вот сейчас ты как раз увидишь Ну, если ему не нравится, когда грустно Значит, наверное, ему понравится, когда будет весело А что, пластинка называется? Моя веселая мелодия? Она очень счастливая песня, вероятно Разве нам не весить? Раз нет Восхитительно Разве ты не хочешь узнать секрет покорения всех женщин? Так сейчас, сейчас узнаем Маленький секрет А, замечательно Ну, значит, выбирай пластинку, мне все равно Я, кстати, ее не выбирал Вот я ж тебе говорю, выбирай Мне все равно Как он легко поддается внушению, а? Нет, тоже не то До встречи, Дэнни Я буду здесь Что, мы поставим сердитую? И какая там еще была? А, еще секретная была А, ну, секрет-секретная песня Все логично Неожиданно Да Пазл сложился Невероятно Господи, это потрясающе Ну, все, все, погнали Секреты обольщения Я смотрю, ты уже в нетерпении Ну, там за столиком сидит бабушка Хочешь ее обольти? Ну, она явно предрасположена к общению И ты не можешь этим не воспользоваться А, да, мой секрет Раз уж ты мой приятель, я скажу тебе Но только ты никому не рассказывай Итак, секрет Ну Вау Вот это Пару Это весь секрет Ну, я даже не знаю Одобрит ли это Я считаю, что это плохо Все-таки Это плохо Понятненько Окей Если при этом никто не пострадает Почему бы Танюлу Джей Паркеру не срубит немного пациентов Но люди погибают Малыш, убийца Провокационные вопросики Неужели? Я смог это сделать? Ты прошел? Да-да, я прошел, я прошел Гляди Давай, Дэй, не возьми себя в руки Прекрати пить Не так плохо? Я продажный полицейский, растоптавший свою единственную любовь Что может быть хуже? Ну, давай прекратим пить Никогда не думала, что случилось Да Слушай, ну давай не на стриме, да? Тебе есть чего стесняться? Нет Что ты скрываешь? Нет, конечно Там есть какая-нибудь песня про аресты Про что, про что? Про аресты Аресты Да Я так понимаю, нужно еще одну песню подобрать? Ну, если там есть песня про аресты То, может быть Ну, там нет, там есть песня ярости, по-моему Может быть, ему нужна песня ярости Ну, давай ему Сердитая песня Но Ярость Это, наверное, металл Здесь нужна песня про пони Май лету с полом Какой геморр Ты читаешь чатик? Ээээ, иногда Там говорят, найди ему еще песенку У бабы на улице была одна Ну, ты понимаешь намек, а? Эээ, да Сейчас я вас прошу Ты Он же сейчас Нет, нет, нет Он все равно разнылся Ну, ладно Значит Ну, будем следовать советам чатика Да и сам Макфлай говорит, что, типа, в этом баре искать нечего Так, кто же у нас? Эээ, Арти Он вернулся Кого же мы здесь найдем на улице-то в такой час? А, так у нас есть девушка с гармошкой Ну Серьезно? Да Вы про это говорили, да? А это думал, какая-нибудь Новенькая тут Я Я не буду это комментировать, хорошо? Отличная песня Это песня трезвости Я не знала, что если немного подождать, кто-нибудь меня видит Послушай, может тебе понравится Ну, я рожанила Это лицо трезвеющего человека Да, очень похоже По-моему, он не мастердит Молодец История, что вы делаете? А, во, копия А можно попросить у вас текст песни? Забудьте о других У меня Собственный клуб И мне нужна песня Которая бы вдохновляла Конечно Сейчас только вырву отсюда страничку Прошу Спасибо Ну, погнали Успехов в борьбе за прав... Спасибо, все, пока Отличный диалог Где-то я это слышу Да? Да Где? Где-то Я не знаю, звучит знакомо, но... Нет, не припоминаешь? Нет Как-то все запутанное Почему я все время путаюсь? Куда бежать? Почему ты никак не запомнишь дорогу к бару? Мне кажется, это уже протопанная дорожка Все, я нашел Я сейчас Я нашел Я нашел О, не надо больше отвечать на эти вопросы Похоже, Паркер все еще припаркован Ну, ты ж теперь свой Ну, типа того Так Незаметно Вот это каламбурчик Паркер все еще припаркован Вау Шуточки, шуточки Попробуй дать ноты чуваку за роялем Это, по-моему, просто текст песни Значит, давай этой телке Ну, вот я так и хочу сделать Почему ты уже смеешься? Не, ну просто, блин Почему это всегда работает? А ты когда-нибудь пробовал так сделать? Нет Думаешь, стоит попробовать? Ну, блин В кино и, как оказывается, в играх Это работает Ну, поет-то она все равно Песню-то нужно Наверное, ноты тоже надо где-то достать Почему она не может сделать это акапелла? Она же говорила, что, типа, ту песню еще не выучила Надо, чтобы она выучила ее, вероятно Текст не будь безразличным Не та песня Понятно, что не та песня А как этот мужик будет играть-то ту песню? Симпровизирует Да Ну ладно, сейчас дождемся И попробуем Не знаю Ее на что-нибудь уломать О, а этот мужик вернулся Ты посмотри Можно опять Опять попробовать склеить его женщину? Ну да Вообще-то я этого не планировал Но раз Юнис так хочет Да-да-да Ее взгляд говорит об этом Шальной Макфлай Во, а теперь мы можем что-нибудь пойти и сыграть Наверное Эе, он опять телепортировался Что такое? В чатике говорят Поставь песню, мне все равно А я разве не такую поставил? Эм Нет А, я секретную поставил Поставил, да Ну ладно Пусть будет мне все равно А, во Не будь безразличным Появилось О, появились ноты Песни Не будь безразличным Да Как? Я не знаю Где здесь логика? Я могу изменить Кажется, ее Конечно Знаешь Когда-то я был хорошим полицейским Да, у меня тоже были неудачи Даже нервные срывы От нас им не приведилась машина Восхитительно Да Если я хочу, чтобы Бетти вернулась Мне нужно снова стать честным человеком Как это быстро сработало Как это быстро сработало, говорю Да Что дальше Дальше я подожду Дождусь подходящего момента Чтобы арестовать малыша Танана Восстановить свое доброе имя И вернуть Бетти Лапински И сразу пить бросил Я могу поспорить, что этот момент уже Вот, видишь, Зерокамикадзе пишет Что это просто, видимо, лажа перевода Что ноты те же, песня другая И что он тут до сих пор стоит? Он же пошел менять свою жизнь Он наблюдает А, ну то есть я сейчас должен помочь ему Что-нибудь сделать с Тананом С малышом Так сказать Арестовать малыша Там еще какая-то женщина сидит Я не могу на нее навести Она недоступная Неприступная? Да-да-да Независимая Точно Вот теперь ты давай с Дайтанана Эй, ты можешь мне доверять Рассказывай, что у тебя есть на малышах Забудь об этом Я не скажу ни слова, пока не поговорю с Артуром Мак Ф-Л-А-Е-М Я видел Артура Макфлая То есть это вот так работает, да? Ты можешь мне доверять Давай, рассказывай Мне не удалось выяснить Если снова его увидишь Передай, что я ищу его Мне очень нужен совет по поводу моей... Ну, ты знаешь Так, ну и что, теперь надо идти искать Артура? Спасибо Спасибо Малыша Артура Вероятно Ты всех теперь будешь называть малышами? Ну, видимо, в 30-е так принято Я не знаю Никогда так не хотелось бы выделяться из толпы Да ладно, может быть, тебе это просто нравится? Нет Так, ну где мне найти этого? Надо идти к нему домой А в какой стороне он там живет-то? А, может, он на шлешке? Нет А, тут док, кстати Мне нужна помощь В чем дело? Я его увидел? Кого? Дедушку Пара минут назад в трамвае Док, мы должны найти его Почему? Трикси уверена, что у нее есть компромат на малыша Но только Арти может уговорить ее им воспользоваться Мне кажется, она ему очень доверяет А, так вот в чем дело Когда твой дедушка на два месяца уехал из Хилл-Вэлли Связь между ним и Мисс Роттер прервалась Что и привело к временной линии, в которой Трикси так и не решилась предать Танана Да? Мы должны найти твоего дедушку Ну, погнали искать дедушку Ну, очевидно Ну, в общем, все, погнали Какой нетерпеливый Где же мне поймать трамвай или... Или что мне сделать Туда я не могу пойти Здесь везде невидимые стены О, боже, почему у меня такое лицо, а? Ну, ладно Наверное, обеспокоенные Не переживаем Рано или поздно все наладится Об этом я и не переживаю Сейчас меня больше беспокоит Эйнштейн Ах, да, там же Эйнштейн сидит Мы пронесли, сейчас забыли Зайти в здание суда Я мог бы, если бы не бросил работу юриста Но в последнее время пропало много улик И в здании сменили замки Теперь это место охраняется надежнее, чем бумажник моему папочке Что? Пару месяцев назад я мог бы поклясться, что настроит тебе глазки Это было до того, как отец выгнал ее общество трезвости из нашего особняка Теперь она при каждом удобном случае высмеивает меня и мою работу Все это очень... отвлекает Что ты знаешь об инспекторе Дэнни Паркере? Он хороший полицейский, когда не пьет Хорошо Да, но я слышал, в последнее время он не просыхал Вот стерва Ей нужно было от него только одно Да, все они такие Думаешь? Ты еще не ходил на нового Франкенштейна? Говорят, он очень вдохновляет Нет еще Я был настолько занят реактивным автомобилем, что так и не выкроил время Собираюсь сходить сегодня вечером Точнее схожу, если удастся снять Эйнштейна Ага То есть надо снять Эйнштейна А то Эймит еще и не сходит И вообще все накроется и машина не будет изобретена Что произошло с реактивным автомобилем? Пока что не знаю, но как только мы снимем Эйнштейна, я попробую разобраться В общем, ты бесполезен Окей Ладно, я попытаюсь привезти Давай А я останусь здесь и попробую придумать, как снять Эйнштейна с крыши Подозреваю, так не пройдет Да Кинотеатр Еще раз сходить что-ли к доку Думаешь, поможет? Ну, может посоветуют О, спаси Эйнштейна Получается, снять Эйнштейна с крыши здания суда Ничего удивительного Эйнни умный, просто попаивается высоты Что нам делать? Хм Яшно Что вам? Ну и что, у меня задержка где-то, скуму 20 Ну вот, видишь, просто отвлекаем Хорошие новости, док Паркер готов арестовать Таннена И кажется, я не останусь без девушки Прекрасно А что там с Миш Троттером? Над этим я еще работаю Ну и в общем, все Хорошо, отправлюсь снова исправлять историю Будь осторожен, Марс Так Отвлекаем Эй, смотри, что вон там Как мы всегда отвлекаем Не получаем Эйнштейна Я все еще думаю, это запутанный пространственный ребус Усложненный естественной живостью Эйни Почему бы тебе не передохнуть и перестать следить за Эйнштейном? Ты мог бы сходить в кино или еще куда-то Спасибо за предложение, Майк Но если Эммет Леттера Браун поставил перед собой задачу, то он решит ее А сейчас передо мной стоит задача Как стец крыши твою собаку Нормально То есть твоя собака застряла на крыше, а ты в это время идешь смотреть кино Действительно, я бы так и сделала Ну, все остальные я пробовал А, может ему какой-нибудь предмет дать А что у меня есть? Фотки, трубки Слова Эй, Эммет, что ты об этом думаешь? Это не ланчейни Прическа, правда, совсем рупая Нет, это не прокатило Мало кого из людей, да и из животных Посуды заинтересовать вонючие дедушкино трупы А уж этого человека и подавно Эй, Эммет, огоньку не желаешь? Убери ее Я провозился весь день, перегоняя самогон, чтобы получить топливо для реактивного двигателя Мне хватит одной искры, чтобы превратиться в фангел Забавный комментарий был к трубке Хлороформом его Да? Ну, давай попробую Если уж разбивать бутылку, то обязательно об голову одного из этих баллов Зачем разбивать-то? Надо не разбивать Думаю, лучше приберечь эти строки для потомков Ну, че я еще Сейчас мне не до игры, слова Все, я все попробовал, ничего не произошло Ну, фотку я еще могу насунуть Да Нифига Может быть, не подослать к нему Девушку Ну, я тоже об этом подумал, но я не знаю как Только если там диалоги с ней откроются Ну да О Что происходит между вами и Эмметом? Когда мы виделись в последний раз, мне показалось, что вы им заинтересовались Это было до того, как я поняла, что приглашение провести у него дома собрание общества трезвости Служило лишь уловкой, чтобы заполучить бочонок спиртного в его так называемую лабораторию Мне очень жаль А теперь, когда я его вижу, у меня возникает непреодолимое желание охарактеризовать его философские и творческие принципы, используя весь мой словарный запас Значит, вы не встречаетесь Встречаемся? Мне отвратительно сама В романтических отношениях с этим невоспитанным техноанархистом Ладно Техноанархист Класс Звучит очень круто Господи, какой рык был здесь Я все пропустила Я бы назвала это угрозой для общества И не сомневаюсь, редактор меня поддержит Этот ваш научный эксперимент представляет непосредственную угрозу общественной безопасности Знаете, что представляет непосредственную угрозу общественной безопасности? Ваше пение Не нужно переходить на личности, мистер Браун Поверьте мне, с вами я никуда переходить не собираюсь Ваши слова меня немного успокоили Сейчас мы еще их сведем И придется спасать Дока От его злой жены О боже мой Еще и машину надо вернуть Так А, он теперь с другой стороны стоит, да? На iPad'у тоже, наверное, с доком поговорю То есть их даже не удивило, что собака внезапно телепортировалась А это, видимо, в порядке вещей Все вокруг происходит само собой Ну, говорят, что ты только что следующую часть заспойлерил А? Чего? Да ладно. Да. Ну и всё, наверное, да. Ничего тут нету. Всё, мы знаем, о чём будет следующая третья часть. Да блин, туда тоже я не могу пройти. А где Эммет? Или пофиг, мне не нужно снимать эту машину. А, ну, видимо, да. Арсова больше нигде нет. Так, о чём мы... А мы хотели этого, да? Артура найти. Как же его? Не то, чтобы хотели, но нам надо. Нам надо, да. Слушай, я не помню, на прошлом стриме я спрашивала тебя, нет? Если бы у тебя была возможность вернуться в любой момент из своего прошлого, что бы ты там изменил? И в каком моменте? А может быть и спрашивала. Я не помню. Ну, у нас периодически на стримах такое точно спрашивают. Ну вот, значит, я тебе... Я всегда говорю, что мне, в принципе, это всё устраивает. И что, прям ничего бы не стало менять? Ну, я не знаю, я бы вот мог, например, как-нибудь по-другому сыграть в Sunday Million и выиграть 200 тысяч баксов. Если я много-много раз вернулся в прошлое и попытаться... Ну, просто выучить, как карты, какие у тебя будут соперников, то этот не составит труда. А, может, ему трубку дать, да? Да не, так-то в жизни меня всё устраивает, в общем-то. То есть вообще ни в какой момент своего прошлого ты бы не стал ничего менять? Наверное, нет. Меня всё устраивает. Мне кажется, ты постиг, Дзен. Ну, я даже не знаю, что можно улучшить. Всё настолько хорошо. Ну, если прям... Это уже зажрался, начинать какие-то себе... Нет, мне всё устраивает. Мне ничего не надо. Изменять прошлое. Для обогащения. Это же так. Ну, почему именно для обогащения? Подожди, ну... Блин. Почему это единственный вариант, который приходит тебе в голову? Я не знаю, чем ещё поменять. Сохраните карики для Донди. А, ну сейчас продавать их, да, по 10 тысяч. Не, ну некоторые карики я бы, да, я бы сохранил бы. Там были прикольные. Представляешь, что какой-нибудь вот из этих кариков мог бы изменить твою судьбу? Ну, как? Ну, я не знаю, как, но эффект бабочки. Я ещё не придумала, как. У меня не настолько богатая фантазия, чтобы придумать, как карик может изменить мою жизнь. Причём к лучшему именно. Я не говорила, что к лучшему. Тогда можешь, в случае, ничего не трогать? Ну, как бы, да, риски есть всегда. Значит, ты должен объяснить ему, что мы в безвыходном положении. Что, я ему сам должен объяснить? Береги себя. Спасибо. Ладно, пойдём. Поговорим. На чележку. Так-то я не припомню поступков, о которых бы я жалел. Вот. Да ладно. Ну, да. Офигеть. А чё, у тебя столько прям много... Ну, я не знаю, ну да. Да? Наверное. Я бы... О, ты чё, дай мне волю, я бы... Вообще всё перекроила. Да ладно. Зачем? Ну... Что тебя не устраивает? Я не знаю, не то, чтобы я была прям совсем не удовлетворена своей жизнью, но есть несколько моментов, которые я бы однозначно поменяла. Ну, ладно, не так однозначно, потому что я же не знаю, к чему бы это привело. Но вообще, да, у меня есть варианты. Она говорит, что у неё есть бумаги, с помощью которых малыша можно упрятать за решётку, но она доверяет только тебе и хочет со мной, и что-то... А-а-а, я знаю, что она сделала. Умный ход. Не хочешь просветить нас по поводу секрета? Простите, парни, но если третий... Хотя вот, если честно, сейчас я, наверное, не вспомню и половины моментов, которые я думала, что хотела бы всё вернуть. Может быть, потому что сейчас это уже не так и важно. Ну... А возможно, это даже было к лучшему. Ну, к лучшему, не к лучшему, это вопрос, конечно. Скорее, к нейтральному. Но, тем не менее, я не знаю, я... Не то чтобы часто, но периодически, да, ловлю себя на том, что... Хотела бы... Вернуть всё назад, чтобы этого не происходило никогда. А так, ну, если вот так глобально... То... Ну, всё равно, я думаю, что есть пара моментов, которые я хотела бы изменить. Ну, это надо очень хорошо подумать, чтобы такие моменты найти. И что это точно пойдёт на пользу. Ну, ты не можешь знать, пойдёт это на пользу или нет. Ну, я об этом должен хотя бы жалеть хоть немножко. Ты вообще ничего в жизни не жалеешь? Мм... Наверное, нет. Да ладно. Ну, я не могу ничего вспомнить. Обалдеть. Нет, ну, конечно, всё равно мы... Все уйдём. И всё такое, наверное. Ну, это да, но... Ну, причём, если это... Ну, в смысле, чё так даже лейте? Если всё равно это всё приходящее... Мы не хотели с тобой драться. Ну, ах ты! Чё ты... Ко мне парень-то пристал? Дак, а чё ты пристал к его женщине? Сейчас я на неё даже не смотрел. Он сам навросился. Да, ты... Потому что ты до этого несколько раз к ней подкатывал. Всего парочку. О, что? А, она им помордишь или дала? Или кому? Трикси? Антракт закончен, биток. Ага. Как скажешь, детка. Что-то произошло. Ну, да. Ну-ка, надо спросить, чё это было-то. Трикси? Да. Что случилось с Артуром на улице? Я не хочу об этом говорить. А что со страховкой? Нет, никакой страховки. Утром я её брошу в печь и зажгу. Давай, Трикси, расскажи, что там случилось? Нет! В таком случае хотя бы отдай мне то, что у тебя есть на малышах. Нет, я твёрдо решила. Утром весь компромат сгорит в печке. Да чё такое? Чё там такая стереечка-то? Угу. Ладно, пойдём к Артуру. Ага, ты иногда так дышишь в микрофон. Ах. Так. Ну, громковато. Ну, сори. Да, не, ничего. Мне ещё рано не дышать. Ты пропустил такой спектакль, парень. Малыш, что случилось? О, тебе это понравится. Итак, вываливаюсь я из клуба, и вдруг мне неожиданно приспичило отличие. Сворачиваю я перелок, и кого там вижу? Эту вонючую крысу, сдавшую меня по повестке. Арти Макфлая. И прикинь, этот червяк, как заговорщик, шепчется о чём-то, с кем бы ты думал, с моей Трикси. О, нет. Ну вот, теперь я дышать стесняюсь. О, да завей. Вдруг это будет слишком громко. Он всего боится, как вдруг, как вдруг. Что? Трикси буквально падает на колени и умоляет меня не убивать его. Ну и? Нет, правда. Падает на колени, рыдает и умоляет не трогать Макфлая. И что же ты сделал? А что я мог сделать? Только два выстрела воздуха и приказать Арти исчезнуть. Как милосердно. А, временами я само милосерден. А теперь ещё и Трикси у меня в толку. В огромном толку. А Малыштаннон всегда взыскивает долг. Всегда. Вот так вот. Да, он шутник. А откуда же кровь тогда? Что-то тут не так. Я думаю, это кровь из носа дедушки. Думаешь, кто-то всё-таки огрёб? Или он так просто перенервничал? Ладно, док. Чё теперь скажешь? Походка у Марти, у воина, конечно. Эй, док, мне нужна помощь. В чём дело? Плохи наши дела, док. Чтобы обезопасить Арти, Трикси собирается уничтожить компромат Натанена. Ты должен её остановить. Что же делать? Она снова захочет сдать малыша, только в том случае, если он нарушит своё слово и убьёт моего дедуша. Мы не можем позволить этому случиться. Хорошо, отправлюсь снова исправлять историю. Будь осторожен, Марти. Натарак Микадзе подсказывает, что нужно сымитировать смерть. Только вот он опять... Опять он катать пропал. Где мне его искать? Неуловимый. Господи, вы уже несколько раз разговаривали, и только сейчас ты спрашиваешь, что вы делаете здесь посреди ночи. Совсем не странно. Нет. Нет. Я бы тоже не удивилась. Кто такой Карл Саган? Не знаю, есть ли смысл обо всём вообще спрашивать. Трикси. Да, но у неё она выходит более... беспечно. А чего ещё ждать, когда поёшь для пьяниц и гангстеров? Почему вы так не любите собак? Они вонючие, невоспитанные, не могут о тебе позаботиться, и к тому же не слишком умные. Была бы моя воля, я бы запретила появляться с собаками в общественных местах. Бля, а что же сделать? Ты куда теперь идти? Тупик. У меня окончились... Как-то всё так шло, 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 а теперь... Куда идти-то? Прямо как в зелье. Да. А! Офига себе, он там на крыше. Офигеть. У меня нет времени. Нужно починить реактивный автомобиль. Эммит! Спускайся вниз, пока не поранился. Поранился? Хм. Вы чересчур осторожничаете, мисс Стрикланд. Поранился. Ну ладно, поднял всё-таки, мне кажется, ключ в доке. Шарж нарисуй, повесь на стену. А! Шарж нарисовать. Хорошо, отправлю снова. Так мне этот мужик же не стал рисовать шарж. Давайте я ещё раз попробую. Попробую. Вы мне про шарж уже давно говорите, но тут столько всего... Да. Всё время происходит, происходит, происходит. Не дойдёшь никак. Ну да. Очень насыщенная жизнь. Ну а чё? Столько девушек в баре. Действительно. Пока там со всеми пообщаешься. Пока всех склеишь. Тяжело быть тобой. И бухла не наливает. Что за жизнь? Как, как? Я с трудом выживаю. Жуть. Ну, держись. Я постараюсь. А-а-а. Чё показать ей? А, ладно, повесим. Здесь пустое место. Прости меня, пап. Ой-ой-ой-ой. Ой, у тебя там чё-то с микрофоном. Что? Какие-то очень странные звуки. Только что. Ну, я вообще ничего не трогала. Ну да, но у тебя он, видимо, иногда шалит. Бывает такое, да. Шальной. Ну, какая хозяйка такой микрофон? Он не в порядке. Я так не думаю. Микрофон за 173 рубля не может быть не в порядке. Думаешь? Мне кажется, тебя обманули. И тебе стоит потребовать 173 рубля обратно. Прийти, начать ругаться. Кричать. Требуюсь книгу жалоб. Да-да-да. Телефон Роспотребнадзора. Ну, видишь, ты же всё знаешь, как это делается. Классика. Роспотребнадзора. 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 Кто же ты такая? Кто я? Кто ты? Что я здесь делаю? В чём моё предназначение? Где моё место в мире? Столько вопросов. Ни одного ответа. Я научился перематывать. Отлично. Так, про стенку. Научился перематывать? Да. К середине второй части? Отлично. Думаю, тебе стоит взглянуть на стену славы. Зачем? В чём дело? Арти! Я не могу поверить. Мы же договорились. Во-во-во-во, у тебя иногда взлетает вертолёт. Что? Какой вертолёт? Не знаю никаких вертолётов. Попробуй ещё раз его переподключить. Ты думаешь, сработает и в этот раз? Ну, в прошлый раз сработало. О, да, да, да. Да ладно? Ну да, реально. У тебя какие-то там автоматические настройки, подстройки микрофона, может, стоят? Может быть. Я не так часто им пользуюсь. Как только я передам это в полицию, и его вмиг прищучат. Вот эти документы. Эй, полицейский! С кем мне разговаривать-то? Чё, не с кем, что ли? Да ну не плачь за меня. Ну, обидно же. Мне не привыкать. Что случилось с моим бывшим? Я не знаю. Вздор! Я говорил шефу, что нам нужно спор и щеек, как в прейсервиле. Но вместо этого... Я у маманешка. Внимание! Вечеринка закончена! Всем немедленно покинуть подпольный бар! О! Подпольный бар? Начался экшен. А стрельба будет? В погоне! Это кафе-мороженое. Задержание там, все дела. Беспалево. Да-да-да. Мороженое. У меня окончилось всё мороженое. Ну, это дело поправимо. Ну, не в пол одинус. Конечно, я подниму этот вопрос на очередном собрании. Эй, это было не просьба, если что. Просто малыш подумал, что Джей Джей захочет праздничать. О, я бы сейчас молочный коктейль купила. Ну, постой. Ну, постой. Ну, постой. А вот ты, Док? 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 Нет, ты не из банды, Валите, так? Да-да-да. Сколько совпадений. Ну, вон и всё. Действительно. Ты не понимаешь, мы должны немедленно его найти. Он похитил моего друга. Кого? А? Что? Он похитил моего друга кого? Как? Ну. Ну, чё. Наверное, ему надо сказать про заключенного. Не бери в голову. Не волнуйся. Вся центральная площадь окружена. Если Танан здесь, то рано или поздно мы найдём его. Всё равно сказал, не бери в голову. Я сомневаюсь, что у нас есть время для... Где кит Танан? Эй, приятель, как поживаешь? Хороший пи... А чё, у меня есть чё-нибудь откида? А, ну он брал пистолет в руки, да? Разве что. Ну, вряд ли из этого что-нибудь... Нет. Тогда мы его... Сан-Честейном не найдём. Значит, привезли искать его для женщины. Я не искал этот алкоголь и спокойно. А я не смогу вернуться в парни как? Заперта. Действительно. Так, ящики какие-то. Фляга. Ирвинг, малыш Тананан. А, ну во. Опять ты мне всё спойлерышь? А, ну хорошо, не буду. В общем, так мне и не удалось выпить. Какая досада. Ну, это тоже исправим. Эй, Эйни. Возьми след. Молодец. Не думаю, что док и Тананан голосовали за гувера. Ладно, ладно, я проверю. Вон, смотри, что-то там тебе пишут. Вступай сегодня в общество, трезвость. Отлично, док. А вот и я. Ммм, ну. Галлаха, что ты тут делаешь? Эээ, кнопка? Не обращай внимания. Иди сюда, иди сюда. Незапно. Да. Эдна? Я заметал следы в бесплатной столовой и видел, как она закладывала динамитные шашки. Скорее всего, Сэган тут ни при чём. Вау. Расскажите это святому Петру, сестре. Эй, что всё это? Паркер. Танан, ты арестован. Грохни его, парень из Сакрамента. Я не могу этого сделать, малыш. Что? О, я понял. Почему бы тебе не отпустить, мисс Стрикленд, и покончить? Эй, вы только посмотрите. Боже мой. Он всё понял? Нет. Всё пропало. Из города перекрыты. Всё кончено. Опять сработало. Да. Да ладно. Это очень забавно. Одолейте, Кида. Танана. А у меня ни с чем. Нету. Ну, у него когда-нибудь кончатся патроны? Думаешь? Ну... Наверное. Наверное. Я бы это особо не рассчитывала. Так. Втроём. Сколько в нём там было в мафии? 40 патрон в Томпсоне. Я не эксперт в области огнестрения вооружии. Да я тоже. У меня ничего и нету. А вы в школе на ОБЖ винтовку собирали, разбирали? Нет, у меня ОБЖ не было. Как не было? Не было ОБЖ. В смысле? Вообще не было ОБЖ в ходе? Вообще, вообще ОБЖ не было. Как так? Ну, я не знаю. И на физкультуре вам не рассказывал? Слушай, ну ты вообще к реальной жизни-то приспособлен. Вот смешный завал случится, а ты в машине закрыть. Что делать будешь? Выбираться. А как? Ну, не знаю, что я прямо совсем завалила. Прям совсем. А что, если телефон будет ловить? А если не будет? Да даже если будет, ты же замерзнешь, пока там до тебя доедут. Ты стреляешь в меня? Ты стреляешь в меня? А нам вот в школе об этом рассказывали. Другое дело, что я ничего не помню. Но... Но придется, видимо, выбить стекло и попытаться выкопаться. Если там не 10 метров снега, то выкопаешься. Я не помню. Ну, я помню, что мы там стреляли. И еще балли с противогазами. О-о-о. Вот. А так, ну, иногда было достаточно интересно. В универе у нас тоже было ОБЖ. И, ну, там тоже периодически было интересно. Мы даже какие-то тестики писали. А еще у нас была учебная эвакуация, как при ядерной тревоге в бомбоубежище. Но я ее пропустила, потому что прогуляла эту пару. И это одно из событий в жизни, о которых я жалею наверняка. Это было очень забавно. И ты хотел бы это изменить. Да. Стоит вернуться в прошлое, конечно. Ради учебной эвакуации. Что надо сделать, а? Бочонки, бочонки. Не, сразу к бочонкам нельзя. А что, в универе у тебя тоже ОБЖ не было? Вроде что-то было такое, но у нас... То ли мы все дружно не ходили на него, то ли у нас... Я, в общем, помню только зачет по нему. Это все, что я помню по ОБЖ. Вообще-то, если честно, я считаю ОБЖ достаточно важным предметом. Потому что, ну блин, это же безопасность там. О том, как действовать во время терактов, например. Стихийных бедствий всяких и прочее. Не то, чтобы это часто случалось, но... Вообще-то, на всякий случай, я думаю, стоит знать, что при этом делать. Так что зря вот так вот наплевательски к нему относятся. Ты что, стреляешь у меня? Ты стреляешь у меня? А ты вообще часто в универе прогуливал? Вообще не особо. Ну, первые два или три курса вообще практически нет. А потом что? Слетел с катушек? Ну, а потом... Ну, там бывали какие-то... Особенно, например, по субботам. Когда там одна или две пары в субботу и, блин, переться. Вот вообще не хочется. Беспредельщик. Не, ну просто были пары, на которые надо бы ходить. А можно какие-то прогулять. Там лекции обычно какие-нибудь скучные. Блин, там эта эда всё время высовывается. А что с ней сделать, я не понимаю. И никаких предметов особых у меня нет. Уворачивается, перекатывается. Да я уж сколько перекатываюсь. Не получает урон. Это, кстати, походу уже кончается, собственно, вторая часть. Надо только с ним разобраться. Что? Фляга пахнет подмышками? Чего? Или мне показалось, я не знаю. Малыш, там. Чёрт, малыш хоть раз её мыл? От неё разит самогоном и сортирован. Да, реально так написано. Мне не показалось. Мусорные вёдра. Сколько можно туда-сюда бегать? Ну, сколько можно туда-сюда бегать? Ну, это не серьёзно. Ага, я спляшу на твоей могиле. Ммм, есть варианты? Невероятно, нет. Если я буду туда-сюда бегать. Почему она больше не усовывается? Не знаю. Ты что, стреляешь? Можно нажать советы. Ну, стоит ли? Это же читерство. Посоветоваться. Я могу заниматься этим всю ночь, Паркер. Эй, придурок. Вот тебе сопридурка. Заткнись и сдохни, крыса. Эй, малыш. Получай, обманщик. Эй, малыш. Получай, обманщик. Ешь, свинец. Заткнись и сдохни, крыса. Схитительно. Это именно так озвучено? Что, что, именно еще раз? Ешь, свинец. Так же и озвучили? А, нет, нет. Тут сдохни, крыса. И что-то еще. Вот тебе за придурка. Вот тебе за придурка. Так, о, я себе убрал в нагрудный карман бочонок. Никому не позволено шутить над малышом так. Так. Бочонок с самогоном. А, и типа поджечь. Ну ладно. Как красиво прям лентой просто расстелилось. Beautiful. Так, ну теперь надо и одну. Ты что, стреляешь у меня? Ты стреляешь у меня? Как ее? Он и не думает меня впускать. Эй, малыш. Получай, обманщик. А, вот она. Да, блин. Опять она спряталась. Прыгал бы сюда. Ты за 20 минут успеешь до пройти? Ну, надо вот решить это и все. Я подозреваю, здесь уже конец будет. Эй, придурок. Вот тебе за придурка. Давай, помогай мне. А, во, надо, наверное, Танана просто отвлекать. Заткнись и сдохни. А, вот в чем дело. И она выбирается. Забавно. Какие стрелочники вообще. Эй, идиот. Нет, ты идиот. Кто он называется? Сам так называется. Говоришь на меня, переводишь на себя. Больше ничего не помню. Так, все, поджигаем. Это не настоящий пистолет. Да, правильно, совсем забыл. Тогда я лучше избавлюсь от него. О, черт. Он уходит. О, нет. О, нет. Что там написано? Какао что? Не обратил внимания. Какао кап? Типа чашка. Какао. А, ну, хорошо, это хап. Ну, я надеюсь. Я вот тоже. Ой. Ты же ты во всем виноват. Ну, да. Он, конечно же. Успел схватиться после 10 секунд полета. Естественно. Какая у себя. О. Все, пока. А, ну, конечно. В любом случае, там он попадает в навоз. Что бы ни происходило. Спасибо за спойлер. А, черт, я опять забыл. Ну, что это такое? В уклонении от уплаты налогов? И что, Глох? Федералы уже обрадались отчасти, читая записи Трикси. Трикси? Это тебе за убийство? Опять они ругаются в этой игре. Сколько можно? А что, в озвучке они так же ругаются? Да в это вроде не было, нет. Он сказал, вы воняете как кусок дерьма. Ваши нелепые... Нет, ну так-то по-другому сказал. О, господи, это проститутка, бабушка Марти. Ну, она исправилась. Можно ее простить. Благодаря своей неисправности. Мне нужно придумать что-нибудь новенькое. У меня есть несколько предложений, если, конечно, вы захотите меня выставить. Но сначала, я думаю, нам стоит сходить в кино. Я полностью в вашем распоряжении неизвестен. Нет, не она. Я думаю, вам понравится. Оно великим ученым с чрезмертой гордыней. Фу. Давай, Эйни, поищем дока. Почему она тогда лобзаяца с дедушкой Марти? Ну, видимо, это так. Интрижка? Да-да. Чёрной мобфлайн. Все вы такие. Малыш отправился в тюрьму. Эммет собирается в кино на протянщине. Кто вы? А с 86-го года здесь не останется ни следа от банды Даннер. И на этот раз мы не забыли про Эйнштейна. Рекордное падение уровня преступности в Хилл-Вэн. И если не обращать внимания на то, что дедушка обнимается с Трипсом, можно спокойно возвращаться. Не возникает. Какие у тебя ощущения выпадения из реальности? Нет. А поскольку твоему отцу предстоит родиться лишь через 7 лет, давай не будем отвлекать твоего дедушку от его невинных развлечений. Развлечения. Что? Там что-то смешное. Ну да, не будем отвлекать дедушку от невинных развлечений. Понятно. Я не в ответе за дедушку, если что. Ну вот, реально, смотри. Ты думаешь, ему там до фильма было? Ну, я даже не знаю. Может, он весь щитно-то и пропустил. Что-нибудь на последний ряд? Походу, он не пошел. А, ну я не спойлерю. Не спойлерю. Не пойдем. Вот так вот, да? Все, на бабу променял. Понятно. Пошел предаваться с ней невинным развлечениям. Все с ними ясно. И дока нет. У нас все под контролем. Док? Ого! Это что? Ого! Ого! Машина-то должна была остаться, конечно. Но вот всякая начинка, придуманная доком, по идее, должна исчезнуть. Не знаю, может быть, в этих вселенных материальные объекты не исчезают? Или под руководством гражданина Бравна. Ну, почему? Я не знаю, почему. Я только что это придумала. Я пытаюсь найти объяснение. Это нелогично. Я даже не могу это комментировать. То есть, ты что-то пытаешься найти здесь логичное, да? Ну, я стараюсь. Я надеюсь, что здесь есть какая-то логика. Ну, нет, но Надежда, это, конечно, всегда хорошо. Что с тобой случилось? Господи, док, что случилось с тобой? Док, лысый. Совсем плохо стал. Ну вот. Ну что, продолжение следует? Ну, конечно. Это же всего лишь 40%. Нас ждет еще целых три части. Пять частей, да? Да, их пять частей. Отлично. Будем ждать. Что, придешь еще, да? Я надеюсь. Ну так, если позовешь... Так, я зову. Приходи. Я думаю, все будут рады. Позовешь, тогда и посмотрим. Вон, целых 85 человек. А ты говоришь, два или сколько? Отвечительный успех. Нормально. Ну что, пора прощаться? Да, да. Ну, вторая часть... Она, по идее, конечно, поинтереснее, чем первая, но она какая-то менее логичная. Вот, поэтому я даже не знаю, что сказать. Посмотрим, что будет дальше. Ну да. Я не знаю, если эта наркомания продолжит развиваться и разрастаться. Ну, по крайней мере, это будет забавно. Да. Вот, с вопросами и ответами очень смешно было. Особенно, когда написано одно, он говорит другое. Это вообще никак не связано. Вот именно об этом я и говорю. Ну, мой блистательный, наверное, смог справиться даже с такой загадкой. Я тебе все по плечу. После такого-то уже ничего не страшно. Ну, на этом, в общем, все. Всем спасибо, что смотрели. Всем счастливо. Да? Все, пока. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok